МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда речь заходит о прокуратуре, многим сразу представляется душный зал суда, обвинитель произносит свою обличительную речь. Тем не менее, в задачи прокуратуры входит именно защита прав и свобод человека. И прежде всего, в социальной сфере. Конституция Российской Федерации объявляет права и свободы граждан высшей ценностью, а их защита – прямая обязанность государству. И прокуратура обязана своей деятельности осуществлять надзор за соблюдением Конституции. Городской прокуратурой на системной основе приоритетное внимание уделяется надзору за соблюдением органами государственной власти социальных прав и свобод человека и гражданина, в том числе жилищных, пенсионных, трудовых, политических и иных, а также экономических. Также мы следим за законностью издаваемых указанными органами и их должностными лицами правовых актов в данной сфере. И действительно, когда мы говорим о защите прав граждан, наибольшую важность для населения имеет именно социальная сфера. За последние семь лет количество обращений в городскую прокуратуру выросло на две тысячи. В свою очередь, прокуратура жестко следит за соблюдением буквы закона и восстановлением прав граждан. Только в прошлом году выявлено порядка 1800 нарушений законов, 185 незаконных правовых актов. Внесено 344 представления об устранении нарушений в органы власти и различной организации. Инициировано привлечение к административной ответственности около ста виновных. По результатам проведенных проверок возбуждено три уголовных дела, а в 2019 году уже выявлено около 400 нарушений. Несмотря на значительную работу, проведенную в данной сфере, можно констатировать факт, что человек и гражданин сталкиваются со значительными трудностями при реализации на определенных этапах своих прав и свобод. Именно поэтому в приоритете ежедневно у сотрудников Щелковской городской прокуратуры является обеспечение, соблюдение и реализация положения федерального законодательства в данной сфере. Для того, чтобы помочь человеку, гражданину, в том числе детям и семьям реализовать свои права. Семья с детьми. Пожалуй, это одна из наиболее значимых социальных категорий, права которой необходимо соблюдать и строго следить за этим. Вообще, под социальной сферой мы понимаем реализацию прав человека от его рождения до пенсионного возраста. А прокурорский надзор в этой сфере многогранен и включает в себя различные отрасли и образование, и медицину, и соблюдение прав детей, сирот и инвалидов. Сотрудники прокуратуры рассказывают, в 2018 году выявлено достаточное количество нарушений. В сфере охраны жизни и здоровья детей у нас выявлено 183 нарушения, 35 исковых заявлений направлено в суды, внесено 37 представлений по выявленным нарушениям и 27 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Если брать непосредственно сферу образования, которая является частью социальной сферы, то тоже достаточное число нарушений. Здесь у нас 94 нарушения выявлено и 33 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Однако прокурор находит понимание с различными отраслями, ведя конструктивный диалог. Ведь, как правило, нарушения неумышленные, иногда связаны с недостаточным опытом сотрудников или с постоянно меняющимся законодательством. Другое дело – материнский капитал. Вот уж где мошенники пытаются разгуляться. Как мы знаем, в семье, в которой появляется второй и последующий малыши, государство предусмотрело меры поддержки. В 2018 году сумма равнялась 453 тысячам рублей. Причем обналичить эти средства нельзя. Эти деньги можно направить на получение образования детьми, формирование накопительной пенсии мамы, на адаптацию детей-инвалидов, на ежемесячные денежные выплаты малоимущей семье и, самое распространенное, на улучшение жилищных условий. Здесь-то и пытаются найти лазейку недобросовестные граждане. Такой ситуации начеку и прокуратура, и пенсионный фонд, куда заявлением на получение материнского капитала и обращаются люди. Общая задача ведомств – не допустить нецелевого использования бюджета, а сделать так, чтобы средства мат-капитала действительно нашли нуждающихся в улучшении жилья. Как же действуют мошенники? Обращаются в пенсионный фонд. Граждане не всегда благонадежны с заявлениями о распоряжении данными средствами на приобретение жилья во многом непригодного для проживания. И действует подобная схема. Лица обращаются в кредитно-потребительские кооперативы, которые находятся за пределами Московской области, заключают с ними договоры займа. Получая этот займ, а во многих случаях даже не получая этот займ, предоставляют сведения о приобретенном жилье. Документы о собственности, которые мы изучаем вместе с пенсионным фондом, говорят нам о том, что дом или квартира площадью, бывает 20-30 всего квадратных метров, 20-30-х годов постройки, без каких-либо коммуникаций, явно непригодные для проживания. Во многих случаях это жилье несколько раз перепродавалось. Причем между одними и теми жилицами. И понятно, что это жилье уже используется не для проживания, не для улучшения жилищных условий, а как средство обналичивания средств материнского капитала. Сотрудников пенсионного фонда сразу настораживает. Человек прописан в одном месте, займ получает в другом, строить собирается вообще в третьем. В этом случае прокурорская помощь действительно очень необходима. И фонд обязательно отправляет запрос в прокуратуру. Те, в свою очередь, проводят проверку. Мы запрашиваем документы, которые касаются собственности жилья, вызываем заявителей. И, соответственно, заявители нам поясняют, что многие из них даже не видели того жилого помещения, которое они приобретают. Договор займа заключали где-то в Москве, или сами не помнят где. И в итоге соглашаются с нами, что попали под воздействие обмана. Естественно, средства материнского капитала не будут направлены на улучшение жилищных условий семьи. Именно тесное взаимодействие с прокуратурой дает такие очень серьезные положительные результаты. Потому что зачастую наших полномочий, именно полномочий сотрудников пенсионного фонда, не всегда достаточно для того, чтобы закрепить нашу позицию в отказе. В 2018 год, в последнее время, мы посчитали, что порядка 12 у нас вынесено отказов именно на основании проверок или ответов прокуратуры. И вот сэкономленные средства федерального бюджета это около 5,5 миллионов. Однако привлечь к ответственности мошенников, как правило, процесс трудоемкий. Ведь подобные сделки совершаются за пределами Московской области. В прошлом году по результатам прокурорских проверок было возбуждено три уголовных дела. Сейчас они расследуются. Так или иначе, совместная работа прокуратуры и пенсионного фонда дает отличный результат. Бюджетные средства идут именно на те цели, которые предусматривает материнский капитал, тем самым реализуя права семьи и детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова